МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер на телеканале НИКОТОВАНОВОСТИ. В студии Наталья Захарова. И смотрите в этом выпуске. Морозный Аврал. Товарковские теплосети не выдержали испытания морозами. Как готовят полиглотов лидеры школьного образования области. Юный хор с многовековой историей. Результат австрийского монастырского воспитания на Калужской земле. Теперь о всем подробнее. Жители поселка Товарково остались без тепла. Авария на теплосетях произошла вчера днем, лишив отопления часть населенного пункта. С обсуждения этого ЧП началось заседание областного правительства. Подробностью Татьяны Зимушиной. Вспышки сварки и громкие разговоры не стихали всю ночь. На пересечении улиц Первомайской и Строительной две бригады заменяли поврежденный участок трубы. На котельной подняли давление, чуть выше положено, и произошел гидроудар. В связи с этим, и в связи с износом данного участка трубопровода, произошел прорыв. При подготовке к отопительному сезону все трубы прошли плановую проверку, но температурного испытания суровой зимы не выдержали. Авария произошла около трех часов дня, ставив без тепла более трети поселка. Детские учреждения были эвакуированы. Жители квартир спасались своими средствами. Как только сильные морозы, так обязательно у нас где-нибудь какой-нибудь аврал. Уже было такое, МЧС вызывали, у нас весь поселок был холодный. Сейчас вот иду от дочери, тоже холод. Ребенок полтора года, не знаем, что делать. Газ жгем, а что делать? Подобные происшествия для Товаркова явления действительно частые, подтвердили на заседании областного правительства. Разобраться в теплосетях поселка нужно основательно, отметил председатель законодательного собрания Виктор Бабурин. Причем не эмпирическим, а научным методом. Там без конкретного структурного анализа металла по всей, то есть надо вскрывать, резать, отправлять в лабораторию состояние металла и так далее. И после этого делать выводы и проводить работы, которые могли бы повысить надежность работы всей этой системы. Потому что нельзя же каждую зиму проводить вот такие вот экстренные аварийные выезды. Еще одним важным решением заседания стало принятие программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России». Она разработана в соответствии с рекомендациями федерального правительства и рассчитана на 6 лет. В рамках реализации различные мероприятия, научно-практические лекции и фестивали культур народов, которые уже активно проводятся в нашем регионе. «Коллеги предлагаю всем реализовывать и эту программу, и свои программы по своим направлениям. Оперативно реагировать на недоразумения какие-то, возникающие противоречия. Спокойно их обсуждать, спокойно эти противоречия ликвидировать, снимать. Тогда у нас все будет нормально. Собственно, говорить об этом можно долго, много. Но одно дело говорить, другое дело делать. Среди задач укрепления гражданского единства, межнациональных отношений. Последние два десятилетия эти вопросы актуальны для многих регионов ЦФО. В Калужской области проживают более 100 национальностей. Еще около 150 тысяч иностранцев ежегодно посещают наш регион. Татьяна Зимушна, Андрей Ткачев, Александр Бурылкин, Алексей Пехов. Телекомпания НИКТВ. Ситуация в поселке Товарково нормализуется. Жилые дома, тепло вернулось еще ночью. Батареи даже не успели остыть, сообщил нам по телефону глава районной администрации Олег Макаров. Тепло, правда, пока по временной схеме подается и в больницу. Сейчас только мы завершили обход больницы, стационара, вместе с замгубернатором Смоленским, Русланом Владимировичем, главным врачом Соколовым Борисом Сергеевичем. Посмотрели теплые, пищеблок работает. Покормили не только больных, но и покормили работников, которые приехали сегодня из Калуги, Медыни, Кондрова. Сейчас, в настоящий момент, по временной схеме мы уже в течение трех часов подаем тепло в больницу. Сейчас приступили к монтажу, то есть это раскладка труб длиной 20 метров и сварка их для того, чтобы пустить тепло в больницу по постоянной схеме. Мы планируем это закончить до полуночи. Калужский губернатор принимает участие во Всемирном экономическом форуме, который открылся сегодня в Давосе. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович. Как сообщает пресс-служба областного правительства, программой форума предусмотрено участие Анатолия Артамонова в пленарных сессиях. Они пройдут в формате дискуссии и будут посвящены обсуждению опыта наиболее успешных регионах России по дифферсификации и модернизации экономик, а также по улучшению бизнес-среды. Давос Всемирный экономический форум проводится с 1971 года с целью обсуждения в неформальной обстановке важнейших политических и экономических проблем. Его участниками являются около тысячи крупных компаний, организаций из разных стран мира, в том числе из России. Жители Сосинского устали переплачивать заводу. Обитатели частного сектора пожаловались губернатору в ходе личного приема на необоснованные дополнительные траты при оплате коммунальных услуг. В отсутствие специализированной кассы платить за водоснабжение здесь приходится через посредников. Проценты банка за погашение одной квитанции от 30 до 100 рублей. Услуги почты обходятся дешевле, но за год все равно вливаются в приличную сумму. Глава региона отметил, что вопрос рассматривать надо в масштабах всей области. Одно из решений – социальный договор с финансовыми операторами, который позволит, если не исключить комиссию совсем, то хотя бы стабилизировать ее размер. Обратился к губернатору в режиме видеосвязи и дачник Геннадий Дроздов из Малорославецкого района. В процессе газификации деревня Семынина была разбита и до сих пор не восстановлена дорога к ряду домов. Губернатор согласился посодействовать в ускорении строительных работ, подчеркнув, однако, что в целом Калужская область дачников из других регионов поддерживать не готова. Мы связались и сделали этот газопровод. Теперь, конечно, эту дорогу восстановят. Но могу вам сказать сразу, что если бы это было сейчас, принималось решение строить там или не строить этот газопровод, то я однозначно сказал бы, что строить его только за счет тех, кто там имеет эти дачные участки, а не за счет средств бюджета. Мы, дай бог, чтобы своих жителей за счет средств наших бюджетов порешать для своих жителей вопросы. У нас в летнее время население области увеличивается в 4 раза за счет Москвы. Что ж хорошего-то? Если бы вы у нас налоги платили, а не в Москве, тогда было бы хорошо. А вы налоги-то платите в Москве, а живете у нас. Две недели без вывоза мусора. Как мы уже сообщали, такой подарок в начале Нового года преподнесла своим клиентам одна управляющая компания в Омнинске. В конце 2013 года она не возобновила договор с организацией, специализирующейся на вывозе бытовых отходов. В отчаянии жильцы собирались уже было нанять технику и доставить мусор к дому руководителя управляющей компании. Пришлось вмешаться руководству города. Глава администрации Александр Авдеев возмутился таким отношением к людям и призвал подчиненных немедленно разобраться в ситуации. Мы уже должны были выйти в суд, и она должна была уже быть в суде. Не умеют работать, пускай идут себе и ищут другую работу. На этой неделе должен быть сформирован весь пакет документов для отправки в суд. На этой неделе, не позднее среды четверга. Сегодня, по сообщению наших обминских коллег, во дворах пострадавших домов, наконец-то появилась техника, которая начала расправу с накопившимся мусором. Улица Воскресенская должна стать, если не главной, то заметной достопримечательностью Калуги, читает главный архитектор областного центра Евгений Голышев. Для этого нужно отремонтировать фасады зданий, большинство из которых является памятниками архитектуры и провести комплексное благоустройство. На планерке в городской управе проект преображения улицы одобрили и отправили на детальную проработку, по результатам которой станет ясна сумма его реализации. Другой масштабной темой заседания стала уборка города. На прошлой неделе в Калуге выпала декадная норма осадков. И отчитаться, что за борьбу за чистоту дорог пригласили представителей всех подрядных организаций областного центра. В целом, оценку от городского права они получили положительную. Жалобы поступали в основном на улицы с так называемой третьей категории. Глобального же транспортного коллапса избежать удалось. Работы по устранению последствий снегопада продолжаются до сих пор. И главной проблемой для подрядных организаций остаются неправильно припаркованные автомобили. Давайте мы тогда в протокол записываем, что организовать круглосуточный вывоз автомобилей, эвакуацию этих автомобилей. Круглосуточную. Чтобы эвакуатор был там круглосуточный, сотрудник ГИБДД там был круглосуточно. И значит на планерках по понедельникам рассматривать итоги, сколько вывезено за неделю. И рассматривать тогда причины. В чем причина? Эвакуаторов не хватает, сотрудников ГИБДД не хватает по какой-то причине. Или просто мы туда не выезжаем. Или у нас подрядчики не сигнализируют. Умер Геннадий Радченко. Многодетный отец и сотрудник Центра содействия семейному устройству детей. Свои соболезнования в связи с его безвременной кончиной выражает областное министерство по делам семьи, демографической и социальной политики. Геннадий Радченко стоял у истоков развития в стране Института приемной семьи. Воспитывал 16 детей, среди которых 12 усыновленные. Прощание спокойное пройдет завтра в 14.30 в храме Честь Светлого Пророка и Крестителя Иоанна Претеча на Московской, 30. Качество школьного образования в Калужской области оценили федеральные эксперты. По итогам Всероссийского конкурса три общеобразовательных учреждения вошли в сотню лучших школ страны. Хорошими показателями на экзаменах и олимпиадах современной материально-технической базой и достойным библиотечным фондом отличились 24-я гимназия и 9-й лицеи Калуги, а также 16-я школа в Обнинске. Секретами успеха директора школ победителей поделились с нашей съемочной группой. Ни слова на русском в кабинете иностранного. Занятие с погружением в предмет – визитная карточка 24-й гимназии. Баловаться и хулиганить на уроках просто некогда, да и незачем. Целеустремленности юным полиглотам не занимать. Нагрузка в нашей школе больше, но тем не менее это помогает нам добиться больших результатов. Я надеюсь поступить в престижный вуз на финансиста. Думаю, в Академию Неплеханова или в Вышку. Конечно, я горжусь тем, что наша гимназия вошла в сотню лучших. И учиться здесь действительно одно удовольствие. У нас очень высококвалифицированные педагоги, очень интересные дети, ребята, с которыми приятно работать. 24-я трижды признавалась лучшей школой области, стала победителем национального проекта образования и гордится достижениями своих учителей на всероссийских конкурсах. Вступление в сотню лучших, безусловно, общая победа. Абсолютно каждый год мы радуемся победам наших ребят. Сейчас прошли только что городские олимпиады. У нас очень много ребят-победителей, призеров. Хорошие у нас и качественные показатели обучения. И единый государственный экзамен мы тоже сдаем очень достойно. Будет чем похвалиться перед успешными выпускниками на предстоящем вечере встречи и коллективу лицея номер 9. Сегодня здесь есть все неотъемлемые атрибуты современной школы – интерактивные доски, нетбуки. Но знает и ценит одно из старейших учебных заведений экологии именно за уважение к знаниям и традициям, наследию переданному потомкам, великим мечтателям Циолковским, некогда преподававшим здесь. Школа должна быть по-хорошему консервативным учреждением, потому что частенько в погоне за какими-то новомодными штуками можно утратить то самое качество образования, чего бы не хотелось. Школа должна готовить детей не только к поступлению в УЗИ, но и к реальной жизни, ожидающей за ее порогом, уверена Наталья Бачина, директор Обнинской школы номер 16, которая также попала в список лучших. Будущее Наукограда активно привлекается к участию во всевозможных творческих и развивающих программах даже в неурочное время. Сегодня стоит задача развития личности. И у каждой личности своя траектория развития. Поэтому я три года назад уже классным руководителям сказала, меня не интересует ваш отчет, что ваш класс там спел. Меня интересует, сколько детей приняло участие в этом конкурсе песен. Не обязательно всем петь, как кто-то может шить костюмы, кто-то может сделать какие-то там ставочки. Но ребенок должен быть вовлечен в работу. Разные подходы, но одинаково хороший результат. Получив признание, лидеры школьного образования области пообещали поделиться положительным опытом с коллегами. Ведь здоровая конкуренция и умные дети – лучшие показатели успешности региона. Сергей Панов, Ирина Сидорова, Андрей Бодрышев, Илона Микотина, Антон Кузьмин. Телекомпания НИК-ТВ. Калуга. Омнинск. Очередной канал поставки сильнодействующих наркотиков. Калужская область пресекли калужские полицейские. В ходе оперативной операции был задержан калужанин, который пытался провести героин из Тула. Поставками занимался местный житель, который приобретал наркотики улицы таджикской национальности, доставлял их в Калугу и потом сбывал своим знакомым наркоманам. Героин злоумышленник доставлял на собственном автомобиле. При очередной попытке провести смертельно опасное вещество на территории региона, мужчина был задержан. Из-за незаконного оборота изъято свыше 200 доз героина. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Неслучайный разговор, который можно не только слушать, но и смотреть. С сегодняшнего дня еженедельная программа радио Ника-ФМ транслируется в сети интернет. За происходящим в студии можно наблюдать на нашем сайте nikotv.ru. Прямо сейчас вы можете подключиться к разговору ведущих с известным скрипачом Михаилом Симоняном. Неслучайный разговор о классике, только начало большого проекта нашей телерадиокомпании. Тысячелетние традиции в детских голосах. В Калужской областной филармонии выступил хор мальчиков, воспитанников интерната при монастыре Святого Флориана. История святого места и коллектива насчитывает около десятка веков. Хор стал достоянием Австрии и желанным гостем на многих мировых концертных площадках. Настала очередь к калужанам познакомиться с пением юных исполнителей. Ольга Золотина поделится впечатлениями. Непосредственность и живость характера в дополнение к музыкальному образованию. Итог австрийского монастырского воспитания. Хористов строят только на сцене во время репетиций. Режим в интернате при костеле дети находят далеко не аскетичным. Сначала ходим в школу, потом идем в интернат. Там занимаемся, готовимся к урокам, поем. После обеда у нас сольные занятия. Также в интернате занимаюсь спортом, играю в футбол. У нас много интересных увлечений, никогда не скучаю. Домой и к своим родителям я возвращаюсь примерно в 9 вечера. Дополнительный бонус – возможность путешествовать. Жозеф не так давно в интернате, а уже объездил в 8 стран. Впитывая мировую культуру, они знакомят зрителей со своей. Мальчики участвуют в богослужениях, выделяясь сложным репертуаром. Одна из любимых тем – рождественское настроение Амиджамина Бриттена. Визитная карточка коллектива, голоса, церковный репертуар и костюмы. Дизайн формы участников хора с тысячелетней историей относительно новаторский. В лучших традициях начала 20 века. Форму придумали сто лет назад, у нее историческое значение. Эта одежда имитирует парадный костюм матросов начала прошлого века. И мальчики ее носят, чтобы подчеркнуть свою причастность к традициям. Одна из музыкальных традиций – участие бывших воспитанников творческой жизни хора. Возрослевшие и снявшие форму моряков, они гастролируют вместе со своими младшими товарищами. Один из самых известных выпускников интерната – великий австрийский композитор Антон Брукнер. Долгое время проработал в костюме и не покинул его и после смерти. Он был похоронен на территории монастыря Святого Флориана. Ольга Золотина, Михаил Андросов, телекомпания НИКТВ Далее на «Все спорта» встречается Николай Егоров. Здравствуй, Николай. Недавно калужские футболисты вышли из отпуска. Что у них нового? Сегодня знаменательное событие состоялось у Алексея Ронитадского, полузащитника футбольного клуба «Калуга». И во всех смыслах светлой главы нашей команды. Родился у него сын, назвали его Даниилом. От себя лично и от лица нашей телекомпании поздравляем Алексея Ронитадского с этим знаменательным событием. Но об остальных новостях буквально через несколько секунд. Волейбольный клуб «АК» в ближайшие выходные примет на своей площадке подмосковную «Искру». В последние дни из станоподмосковной команды приходит много новостей. Из-за финансовых сложностей клуб из Одинцова покинули уже пять ключевых волейболистов. Это, конечно, должно помочь калужской «Аке», идущей на девятом месте в таблице высшей лиги А национального чемпионата. А волейбольный клуб «Обнинск» после матчей, состоявшихся на минувшей неделе, остался во главе таблицы высшей лиги Б национального чемпионата. Хотя небольшие сложности оппоненты нашей команде доставили. Так, клуб из Тутаева минувшую пятницу даже добился победы над «Обнинском» в пяти сетах. Однако большего сделать калужанке не позволили. Начали дергаться, видно, не отошли еще после вчерашней игры, потому что было пять партий. Очень достаточно тяжелый напряженный матч и, естественно, сказывается усталость. В первой игре Ярославна из Тутаева не только взяла верх над «Обнинском», но и действительно выбила немного из колеи наших девушек. Ведь сложно было ожидать, что идущие в аутсайдерах волейболистки питерского экрана смогут оказать достойность сопротивления находящимся во главе таблицы калужанкам. Однако сделать это у гостей получилось. Можно сказать, сыграли отвратительно. Это продолжается вчерашнее поражение, много своих ошибок и никак не можем не справиться с волнением психологически. Играем с командой, которая занимает последнее место и позволяем набрать 21-22 очка в партии. Это, конечно, недопустимо. В двух первых сетах «Обнинск» позволил экрану идти в счете достаточно ровно. В итоге 25-21, 25-22 в пользу колужанок. А вот в третьей партии юные волейболистки из Санкт-Петербурга попросту встали. 25-8. Разгромный счет в пользу «Обнинска». Игра сложилась в пользу команды «Обнинска». Команда хорошая, опытные игроки стоят на площадке, сыгранная. У меня команда молодая, первый год стоят на площадке девочки, 17-18-19 лет. Поэтому, конечно, ожидать большего. Конечно, хотелось бы, чтобы они сыграли лучше, но против опыта, как говорится, не попрешь. А вот в последний день шестого тура «Обнинск» вновь ожидала Ярославна. Сценарий обоих поединков с клубом «Стутаево» получился схожим. Равная игра на протяжении всего матча и решающие мячи в концовке пятого сета. На сей раз сильнее и удачливее оказались «Калужанки» 16-14. За два тура до финиша «Обнинска» переживает ближайшего конкурента по борьбе на предварительном этапе на 7 очков. Следующие поединки подопечные Сергея Пожалова проведут в конце января в Москве. Сергей Романов, Николай Егоров, Александр Мурашов, Александр Бурылкин. Телекомпания НИКТВ. При содействии телекомпании «Крылья» «Обнинск». А футбольная команда нашей телекомпании остается во главе таблицы чемпионата Калужской области по мини-футболу. Хотя в своем последнем матче телевизионщики все же оступились и не смогли добиться успеха. Имея большое преимущество по ходу всего поединка, НИКТВ все же свела матч в ничью с калужским импульсом. Футболист Ивилси, победив «Энергетик» со счетом 2-1, уступает НИКТВ всего 1 очко. 10 очков в активе команды «Золотые купола». Именно с ней телевизионщики выяснят отношения в ближайшие выходные. И на данный час у меня все новости. Спасибо, Николай. И последнее. Насколько влияет уличное освещение на нашу безопасность, комфорт и настроение? Светлая жизнь в темное время суток. Сегодня в эфире программа «Главная». Расскажите, достаточно ли света там, где вы живете? Прямой эфир начнется сразу после этого выпуска новостей. Телефон студии 557799. Далее прогноз погоды. Не прощайте. До встречи 27.30. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова